Студия 7 в эфире, с вами Артём Руденко. Сегодня подводим итоги года и говорим о перспективах следующего с нашей гостью, председателем Красноярского городского совета депутатов Натальей Фирюльной. Наталья Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы давно наблюдаете, как меняется город. Давно. И есть ли у вас какое-то ощущение, что он сейчас, в последние годы, как-то иначе меняется? Ну, в какую-то, может быть, более здравую сторону, более такую человечную. Вы знаете, действительно, город Красноярск очень быстро меняется. Мне кажется, темп этих изменений и темп требований наших общих к городу, он, конечно, существенно изменился. И нарастает. И нарастает, да. И не снижается, как минимум. И если раньше, вот совсем недавно мы думали о том, что мы проведем универсиаду, сделаем все так хорошо и красиво, и будем этим пользоваться, что, собственно, и происходит, но, тем не менее, в своем развитии, может быть, мы как-то остановимся, получается, что нет, конечно же, нет. И есть сегодня и необходимость в этом, безусловно, потому что мы нуждаемся в определенном количестве, остро нуждаемся социальных объектов, конечно же, в городе Красноярске. И есть просто уже тот стандарт требований к городу, который предъявляют горожане. И вот как бы кому-то, может быть, не казалось, это уже набившим оскомину и к чистоте этого города, и к красоте этого города, и к комфорту этого города, и к удобству этого города. И на самом деле у всех очень, очень и очень много требований. И надо сказать, что требования, планка этих требований постоянно повышается, что вполне разумно. Для красноярцев это родной город, это столица Красноярского края, и уверена, что столица все-таки Сибири. К нам приезжает огромное количество гостей. Возможно, что сейчас не те условия, когда можно вот прям количественно увидеть в разы увеличивающееся количество туристов. Но, на мой взгляд, и мы сами, живя в этом городе, хотим жить в нем очень удобно. И это очень тоже емкое понятие. Поэтому город, конечно, меняется и будет меняться дальше. Но нам еще не надо. Чтобы стоять на месте, надо быстро бежать. Это правда, да. Ну, я еще люблю очень одну поговорку. Если не знаешь, куда идешь, то точно, это даже не поговорка, это Льюис Кэролл, точно придешь не туда. Поэтому надо понимать, какие цели мы ставим, понимать, как достичь этих целей, и понимать, вот видеть образ будущего города. Это город скоро будет отмечать 400-летие. На самом деле время бежит очень быстро. И мы должны вот все вместе увидеть этот город, наш любимый, замечательный, которому скоро будет 400 лет. Целеполагание. Обязательно. Целеполагание обязательно. Увековечивание памяти депутатов. Алексей Клешко. Как вы относитесь к этому, к увековечиванию? Я знаю, что у вас были свои отношения личные. Действительно. И как раз по целеполаганию, это как раз надо отдать должное Алексею. Я его зовут Алексей, не Михайлович, он для меня. Я тоже. Поэтому он очень ценил целеполагание в долгую и наделение смыслами каких-то действий. Ну, вне всякого сомнения, Алексей Михайлович, это очень заметное, яркое и очень необходимое во все времена, пока он жил на этом свете, фигура законодателя, на самом деле, государственника, очень честного, отзывчивого, доброго человека, который реально ставил перед собой цели, иногда несбыточные. Вовлекал в движение к этой цели большое очень количество людей. Мне трудно представить себе, наверное, другого человека, который бы знал такое количество людей. как Алексей. Мне трудно представить себе человека, который общался с таким огромным количеством людей, причем по делу, решая и достигая с ними определенных результатов. Понятно, что люди были соучастниками очень многих процессов, которые прошли в этом городе за жизнь Алексея Михайловича. И я думаю, что этим именно объясняется та память, которую он оставил о себе. То очень хорошее отношение к нему огромного количества людей. И поэтому наше наименование лицея лидер именем Алексея Михайловича было, на самом деле, очень естественным. Очень естественным. Я думаю, что это еще не предел, что существует огромное количество проектов. Имя Клишко связано с ними, просто сказать, буквально. Например, проект реконструкции библиотек в Красноярском крае, конечно же, прекрасный проект. И поэтому мы получим еще, наверное, такие вот и письма, и желания. Они постоянно, кстати, приходят, в том числе и в адрес городского совета, о том, что нужно наименовать, поименовать в городе что-то, что связано с именем Алексея Михайловича. Но я хочу вам сказать, что мы совсем недавно приняли решение об увековечении памяти депутата Красноярского городского совета Елены Вячеславовны Курамшиной, именем которой мы назвали скверно-рейдовой. Она была депутатом от одномандатного округа в Ленинском районе, очень сложного такого округа. И очень такого уже давно сформированного промышленный район. В общем, наверное, точно не пафосный абсолютно район. Но была любимой избирателями, сделала с ними очень много. Ну и в том числе помогла восстановлению этого сквера. И мы получили большое количество писем о том, чтобы этот сквер был назван ее именем. Вообще, я считаю, что память о тех людях, которые трудились в городе Красноярске, присвоение, например, такого замечательного звания, как почетный гражданин города Красноярска. У нас есть эта история. Именно Красноярский городской совет присваивает такое звание. Это очень правильно, потому что жить без памяти и не знать своей историей, городской истории, не понимать вклада тех людей, которые вносят в его развитие, в его становление города, большую лепту, это очень неправильно. Надо, чтобы все это сохранялось для потомков. Центральный парк. Недавно был конкурс, он такой международный. Участвовали, я так понимаю, фирмы именитые. Почему победили иностранцы там, а не наши? Ну, в этом смысле вряд ли я патриотичен. Может быть, и пусть. Если можно, Артем, я вас немножко уточню. Вы знаете, на самом деле, действительно, благодаря компании «Русал», губернатору Красноярского края, который обозначал неоднократно эту проблему, горожане хотят иметь в центре города оазис, такой сад городской, настоящий. Это уже знаковое место такое. Безусловно. Как иногда говорят, такое намоленное место, только в другом смысле. Для отдыхов и всего остального. Для отдыха, развлечений, для прогулок с детьми это действительно очень хорошо. Был объявлен конкурс с поддержкой компании «Русал». Были действительно очень именитые японские, британские и немецкие, и французские, прошу извинения, архитекторы. Но вместе с ними работали российские архитекторы. Это были коллективы совместные, вот в любом варианте. И сегодня победитель – это интересный очень британско-российский коллектив архитектурный. Я знаю, что я не была членом жюри этого конкурса. Глава города был членом жюри от города Красноярска. Оно было достаточно профессиональным. Возглавлял это жюри губернатор Красноярского края. Было принято решение о победе именно этого проекта. Интересный очень проект. Но, насколько мне известно, все-таки вот это содружество архитекторов-победителей собирается использовать самые интересные идеи, которые были в двух других проектах. Поэтому я надеюсь, что мы в ближайшее время будем наблюдать. Ну как преобразуется. Да, реконструкцию, реновацию, скажем так, этого парка. Детские сады. Вот больная тема уже много лет. А так ли она на сущность теперь? Как мы относимся к тому, что вот эти демографические ямы, взлеты, я помню на своей жизни, когда строили, 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 а потом это никому не нужно, потому что просто нет детей. Создавали места в вузах. Или наоборот, разрушили за ненадобностью эти детские сады, а потом вдруг пришло громадное число людей, новых людей, которые пришли в этот мир, и в детских садов стало не хватать. Как быть с этим? Вы знаете, это очень сложная проблема. Конечно же, вы совершенно верно говорите о том, что мы пережили разные времена. И сегодня некоторые красноярцы, им кажется, такой справедливый упрек делают в адрес, например, администрации, о том, что у нас же были детские сады, они теперь заняты там другими учреждениями. Зачем вы это сделали? Я помню времена, когда в двух детских садах, например, в Кировском районе, там недалеко от Симофорной находятся эти два детских сада. На два детских сада было 25 детей. И содержать эти детские сады было просто невозможно. Их надо было отапливать, нужно было держать персонал. Вот были такие времена. Слава богу, они изменились. Из демографии в городе Красноярске все прекрасно с точки зрения рождаемости. В свое время, когда мы встали на пороге того, это был еще мой второй созыв депутатства, это было достаточно давно, тогда было принято очень такое решение, важное очень для города Красноярска. Мы, кроме того, что, безусловно, строили детские сады и много строили детских садов, я хочу сказать, что за последние несколько лет построено 15 детских садов в Красноярске. И на следующий год запланировано строительство еще пяти. Точнее, два выкупа и три строительства этих детских садов. И деньги в бюджете на это у нас есть. Так вот, наступило время, когда очередь была действительно очень большой. И было принято решение о компенсации родителям части родительской платы за детские сады, если, например, дети захотят отдать этих детей, например, в частный детский сад. Кроме того, мы научились работать, муниципальные детские сады научились работать еще с одной категорией частных детских садов, которые обеспечивают фактически услугу по присмотру и уходу за детьми. Но мы понимаем, что услуга эта должна быть полноценной. Это должно быть и образование, и уход, и присмотр. Конечно, очередь достаточно большая. И самое главное, мы еще не всегда можем удовлетворить возможности и потребности людей в обеспечении местом в детский сад не очень далеко от дома. У нас, безусловно, есть еще такие казусы, когда люди справа на левый берег возят своего ребенка в детский сад. Конечно, эта проблема решается в ручном режиме, по-разному это решается. Но проблема, конечно, с детскими садами существует. Сегодня новая задача, поставленная президентом, это национальный проект. Первые этажи детских садов теперь будут оборудоваться ясельными группами. Это требования Роспотребнадзора. Национальные цели заявлены президентом Российской Федерации. У нас есть проекты, национальные государственные программы. Мы участвуем во всем этом. Их приоритеты выбраны. И с точки зрения школ, и с точки зрения детских садов. Про национальные проекты. Какие национальные проекты участвуют в финансировании и каких наших красноярских объектов? Потому что иногда люди же не понимают, откуда деньги. Со всеми общими словами я могу сказать, что примерно 12,7 миллиарда рублей за три года. У нас же все-таки планирование бюджета идет на три года. И 5,1 миллиард в этом году по национальным проектам средств Федерации город Красноярск трансфером через край безусловно получит. Это средства как раз на завершение строительства школы, ну, на строительство школы на Бугаче, на строительство трех детских садов, на выкуп двух детских садов мы будем иметь эти средства. Это развязки, дороги. Совсем недавно, надеюсь, мы достаточно, мы вообще очень подробно все эти вопросы изучаем, в том числе и на комиссиях городского совета. Вы знаете, что мы все транслируем, о чем мы говорим в прямом эфире. Все красноярцы могут познакомиться с этим, послушать. Неважно даже, вы сейчас видите, какие замечательные условия, что можно фоном включить это и при этом заниматься какой-то надобной работой. Не только там хозяйством домашним можно все это услышать и увидеть. Безусловно, это дороги, это все, что мы обеспечиваем сегодня за счет городского, в том числе, бюджета. Это охрана школ, это сегодня трансферты, которые мы получили на обеспечение горячего питания. Для детей абсолютно обязательное горячее питание для детей первых-четвертых классов. Мы обеспечиваем социальное питание для детей старших классов, если они в этом нуждаются. И вот новация этого года, я хочу, чтобы родители точно это понимали и знали, что у нас теперь вообще за счет бюджета обеспечиваются тревожные кнопки, охрана школ, детских садов, учреждений соцкульпыта. Это очень правильно и очень хорошо. У нас в гостях была председатель Красноярского городского совета депутатов Наталья Фирюлина. Мы подводили итоги года и говорили о планах на год следующий. Мы прощаемся с вами. Здоровья вам, всего доброго, до встречи. А вам, Наталья Вячеславовна, с наступающим. Спасибо. Спасибо вам. И я тоже очень хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать всем добра, счастья и замечательного следующего года. Спасибо.